Победа 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 неспроста находится внизу, поскольку здесь влияет на роль все-таки есть финансовая составляющая. Команда хорошая, город футбольный, Иван не может опускаться внизу, поэтому, видимо, есть финансовая составляющая отношения властей к команде по сравнению с прошлыми годами. Действительно так, я смотрю, автобус сегодня пришел, то есть автобус сегодня не поедет, да? Да, мы возвращаемся домой, да, на автобус. То есть есть что-то в этом или я нашли? Ну, как, наверное, во всей стране есть какие-то нюансы, все. Мы не исключение в этом вопросе. В этом вопросе есть, но руководство клуба, президент клуба сегодня пытается сделать для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Так, определенные сложности есть, конечно. У вас контракт будет? У меня контракт 31 мая 2018 года заканчивается. Ну, а то, что вы задали вопрос, причина, что мы оказались в такой ситуации, она, я уже неоднократно говорил, да, все. Ну, когда уходит практически вся команда, 19 человек покидают, и практически новая команда, многие ребята на уровне даже второй лиги не все играли, да, и сложно воедино свести. Для этого нужно время, определенный уровень мастерства игроков, все. Ну, ребятам я очень благодарен, они все делают от них зависящее, в тренировочной работе и в играх. Где-то сложновато нам все, но то, что мы исправим ситуацию, у меня нет сомнений никаких. Я не сомневаюсь ни в ребятах, ни в себе, я думаю, что исправим ситуацию. Спасибо. Ну, вы все понимаете. Поражение крайне неприятное, потому что владеть территорией, иметь столько возможностей для завершения оппозиционного нападения и не воспользоваться за 90 минут ни разу, это, конечно, обидно. Отсюда такой результат. Мы говорили до игры, что тактика эпизода, ее надо решать. Один эпизод может возникнуть, и его нужно решить в свою пользу. Вот проиграли эпизод с поднятой рукой, с определением собственного игроков положения вне игры, проиграли ситуацию, когда было ясно в раздевалке, что два нападающих мастерства копили, а это игроки, которые в скорость и за линию обороны. К одному эпизоду оказались не готовы в результате потом исправить, когда уже факел ощерился, когда факел почувствовал, что есть возможность увести очки и отсюда скрыть, позиционное нападение не получилось, потому что не хватило мастерства, изюминки, импровизации последнего паса, ну и, может быть, немного фарта. Страшное разочарование от этого результата, потому что не воспользовались благоприятной ситуацией по турнирной таблице. Вопросы? Есть ли? Александр Михайлович, по ходу сезона второго поражения, команды, которая находится в последнем месте, да, был у нас, это не до настроя? Нет, не до настроя быть не могло. Мы сразу после Олимпийца об этом говорили, и всю неделю, вернее, все эти три дня ребятам говорили, что ни в коем случае не надо смотреть на турнирное положение факела. Любая команда, которая находится на последнем месте, горит желанием всего уйти. Это мы понимали, и ребята вроде бы понимали. Но, опять же, проигранный один эпизод, он заставил нас... Мы впервые, наверное, имели столько возможностей играть на половине соперника в позиционном нападении. И это оказалось для нас, ну, ахиллесовой пятой. То есть мы не смогли ничего сделать. Все вроде бы мяч гулял, но добраться до ударной зоны, ударов, створ, ворот, наверное, при таком преимуществе контроля мяча минимум. Это неправильно. Отсюда и такой печальный результат. Вопросы? При изменении суставе, то, что ударили Кроваленко и Марьяч, как вы оцениваете? Ну, во-первых, у нас были проблемы после кубковой игры. Мы не могли использовать безликотного, у него травмы. Не могли использовать Фатихова. Поэтому Кроваленко хорошо себя проявил в матче с олимпийцем. Надеялись, что и он в этой игре будет продуктивен. Он был активен, но КПД по отношению к той игре не получилось у Сереги. Мара, наверное, выложившись в игре с олимпией, не был сегодня так свежим. Те же самые стандартные положения шли у него через один. То есть стабильности не было. Сегодня как раз возможности большой варьировать составом у нас не было. Еще вопрос. Александр Иванович, а все-таки вот вопросы у КПД и щадина у нас есть, наверное? Есть. 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 Ну, опять же, да, Артем ошибся в этой ситуации. Определил положение вне игры. Выключился из борьбы. Но это еще не проигранная ситуация до конца. Хотя это лежало в основе этого момента. А дальше уже дали возможность, не стали накрывать Почтальона. Он выполнил качественную передачу. Проиграли момент уступа, когда надо было Чехопелью накрыть. Проиграли диагональную страховку. Яченко уснул. Ну, и в полупозиции оказался Димка. Вот из таких нестыковочек и получился этот гол. Причем мне показалось, что Чехопель я не бил по воротам, а обрабатывал мяч. Может быть, я ошибаюсь. Размена Яченко и Кагермазова. Тоже просто усилить атаку? Усилить атаку. У Кагермазова побольше было силенок. Женька что-то в последних эпизодах запарил несколько потерь мяча абсолютно неоправданных. И Кагермазова качественно сильная, вот такая, знаете, прострельная передача. Ему задача была оказываться как можно больше во фланге и выполнять вот эти передачи. Низом сильные, полуфланговые, так называемые, на ближнюю штангу. Пара раз у него получилось, но больше мы не смогли его жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова